Ранним утром 5 сентября сотни спасателей и добровольцев области продолжают ликвидировать крупный пожар. Распространение пламени остановлено в Кувандыгском городском округе. Открытое огорение ликвидировано на большинстве участков. Ближайшие населённые пункты, по данным огнеборцев, находятся на расстоянии более 5 километров. Угроза снята. Начиная с пятницы, борьба с огнём ведётся круглосуточно. Это независимый очаг. Мы сейчас разбираемся, откуда он вообще взялся. Огонь из-за ветра распространяется стремительно. К вечеру пламенем объяты десятки тысяч гектаров. Губернатор присутствует на одном из самых сложных участков. Вводит в области режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. К тушению пожаров привлекается авиация Минобороны и МЧС. Четыре самолёта и три вертолёта. За три дня авиации произведено 157 водосбросов. Общий объём – почти полторы тысячи тонн. Группировка сил, привлечённая к тушению пожаров, доходит до полутысячи человек. Приходит помощь из соседних регионов. Три подразделения у нас прибыло из Самарска, Ульяновска области, из Башкирии. Из Башкирии отряд будет работать у нас на Орском районе. Все остальные здесь остаются непосредственно, работают на Саре. Сейчас мы констатируем, что общая площадь пройдена огнём порядка 27,5 тысяч гектаров. В пятницу вечером в Адамовском районе пламя повредило два жилых дома, 32 хозпостройки. Спасатели выводили людей в безопасное место. Посёлок удалось отбить от огня лишь поздним вечером. Очаги природных пожаров в канун выходных фиксируются также в Новоорском, Адамовском, Дамбаровском, Акбулакском районах, Ясненском и Гайском городских округах. К утру понедельника все они ликвидированы. Действующие очаги горения под контролем профессионалов в МЧС обращаются к жителям области. Ведомстве просят быть предельно осторожными с огнём. Не бросать непотушенных окурков и спичек – недопустим травяной пал. Всё это может стать стихийным бедствием. Татьяна Штылер, Софья Романова, Новости дня.